Если очень захотеть на своем участке, можно вырастить и мандарины, и апельсины, и помело, и даже голубику. Правда, чтобы лесная ягода прижилась у вас на участке, нужно немного потрудиться. Есть нюансы. С ними как раз сегодня я готов поделиться Денис, садовод с 10-летним стажем. Ягоду лучше сажать всегда по осени, так как, когда пересаживаются растения на постоянное место, в любом случае растение испытывает стресс, и нужно какое-то определенное время для адаптации. Если высаживать, например, весной, она пока будет разгоняться, то есть вначале она адаптируется, потом начнет разгонять корень. Она будет немножко позже вступать в плодоношение, и она не даст на 100% результат. Высадить голубику можно двумя способами. Первый – траншейный, когда кусты искусственно оберегают от нашей почвы. В такой канаве садоводы создают среду, которая подходит этим ягодам. А любят они лес, торф, а еще хвою, шишки, да песок. Правда, Денис советует способ проще и удобнее – выращивать в контейнерах. На его участке целая плантация. Небо и земля, то есть урожай намного больше, ягоды намного красивее. Да, в принципе, голубика выглядит получше, чувствует себя лучше вот именно в контейнере, нежели в траншейне. Исключается полностью контакт с агрессивной для корневой системы голубикой, агрессивной средой. То есть это чернозем, это глина. Ну и еще немаловажный нюанс для нашего региона – это то, что это именно контейнер из материала, и здесь происходит хороший воздухообмен. За счет вот этого именно воздухообмена голубика очень неплохо переносит вот эту вот аномальную журу, которая у нас бывает частенько по полтора, а иногда по два месяца летом. Вот. И нормально себя прекрасно чувствует. Первый нюанс – это правильно подобранный субстракт. Совершенно верно. В данном случае субстракт, в котором будет произострять голубика, он состоит в большей степени из кислого торфа. Это верховой рыжий торф. Кислый паш получается от 3,5 до 5,5. И второй момент – с добавлением уже непосредственно соснового опада, хвойного опада. То есть то, что можно собрать под соснами старыми, под елками, под хвойными деревьями. Плюс еще есть там, добавляется еще песочка чуть-чуть. Две части торфа – часть опавших листьев. Еще один такой момент интересный. Вот здесь можно увидеть, если обратить внимание, такая белая плесень. Вот она. Это и есть микориза. То есть это вот этот гриб, плесень микориза, благодаря которой голубика, в принципе, и питается. То есть такие культуры, как вереская культура, как голубика, черника, клюква, брусника, они самостоятельно питаться не могут. И чем больше микориза, и чем она себя лучше чувствует, тем, соответственно, себя чувствует лучше сама голубика. Мы создали для голубики подобие соснового леса, дальше осталось добавить песок. Более-менее бюджетный вариант, то есть берется в торф, в торф в определенном участке, я уже сказал, две части. Берется одна часть соснового опада и берется одна часть песка. Таким образом мы уже, мы экономим торф. Все, подготовили, теперь собираем наш контейнер. Да, сейчас мы этот субстракт уже подготовленный. Начинаем заполнять контейнер. Вначале мы засыпаем его на 15-20 сантиметров. Все хорошо утрамбовали, это важно. Для удобства края контейнера загибаем. Саженцы у нас в воде, зачем нам нужно их замачивать? Дело в том, что я предварительно замочил корневую систему, так как они до этого находились в озонах. Это пятилетние саженцы голубики. То есть замачиваются почему? Для того, чтобы саженцы напитались полностью, корневая система напиталась влагой. И самое главное, чтобы когда саженцы, когда ты вытаскиваешь контейнер и размачиваешь его, там просто можно увидеть, если корни растут неправильно. То есть если корневая система начинает расти вовнутрь, то ее нужно, соответственно, как бы ее распушить. Чтобы быстрее увидеть результат, возьмите хотя бы трехлетние саженцы, а лучше пяти. То есть это тоже взрослый куст, по большому счету, который даст уже неплохой урожай на следующий сезон. Засыпаем саженец готовым субстратом. Хорошо утрамбовываем и можно подкормить. Задабриваем на будущее для хорошего урожая. Люди думают, что если взять просто голубику, посадить ее, создать субстрат, все, посадить и подкислить. Почву этого достаточно для нее. Да, она будет жить, она будет себя нормально чувствовать, но если мы хотим результат, большой урожай, крупные плоды, то нам нужно уже непосредственно подкармливать сам куст. Для этого существуют уже определенные удобрения, которые именно для голубики. Подкармливать нужно периодически, минимум три раза в год. Перед зимней спячкой куст сбросят листву. Время снова его подкормить. Затем и ранней весной, когда ягоды начнут созревать. В качестве подкосления мы используем коллоидную серу. Молотая серая, которая будет работать, как говорится, здесь и сейчас. То есть она работает сразу. Вот мы ее подсыпаем, так, немножко на глаз. Вот так вот, все. Это при первом поливе растения, она сразу же войдет и сразу же будет подкосать почву. Так же самое есть сера, которая будет работать на перспективу, она гранулированная. У нее просто большой период распада, и за счет этого она будет уже работать на весь сезон. Остался последний этап, все не так сложно. Да, абсолютно не сложно. Последний этап, это, ну, понятно, уже мульчирование, потому что нам нужно закрыть уже, получается, уже удобрение само, закрыть, максимально прикрыть от солнца, от внешней среды, будем так говорить, корневую систему. Для этого используем мульчирование, которое состоит из иголок, из шишек, из сосновых, ну, или там, хвойных. Это сорт Чандлер, один из самых крупных сортов голубики. Говорят, на следующий год можно снять килограмм и даже больше ягод.